Снег не щадит ни своих, ни чужих, ни коммунальщиков, ни обычных людей. Лавина с крыши пятиэтажного дома снесла коммунальщиков, работающих на крыше, на землю. Коммунальщики должны были очищать снег. Часть они уже сбросили, а потом снесло их самих. Я слышу грохот такой мощный. По козырьку был сильный удар. Но я выглянул, смотрю, голова торчит одна. Вот здесь, из сугроба. Даже плеч не видно. Ну, понятно, что я сразу понял, что сверху чистили снег, потому что здесь были перилы еще такие, которые слетели. Соответственно, понятно, что человек провалился. Я схватил лопату, стал его откапывать. Он мне говорит, что подо мной еще один. Я понимаю, что можно задохнуться. А этого тащить я тоже не могу, потому что, мало ли что, может, позвоночник сломан, может быть, руки сломаны. То есть ты только усугубишь. Снег сырой. Ну, я постарался побыстрее откопать. Соответственно, добрался до головы второго, чтобы не задохнулся. Тут уже... С ними был еще парень, который их страховал, но он тоже был с двумя поломанными руками. То есть он тоже грохнулся, видимо, на днях. Он говорит, я не могу ничего делать. Выкапываешь одного, а он не понимает, где второй. Он сложился вот так. Понимаете? То есть ты ноги откапываешь, а голова у нее еще внизу была. До головы было добраться. Может быть, они в шоке просто были. Начали. Я все чувствую, ноги, руки чувствую. Ну, потихонечку. Да уже дышат. Поэтому потихонечку откапывали одного, вытащили второго. Ну, где-то, наверное, метр точно по глубине откапывали. Подъехал в скорую помощь. Достаточно быстро. Может быть, минут 15 где-то примерно они подъехали. Он что-то живой? Ах, ***. Правильно, такой глубокий. Сняли к регламе, наверное, да? Ну, как его сделали? Сняли кардиограмму, его все пощупали, посмотрели, вывезли на скорую помощь. У первого царапины, у второго ушиб грудной клетки. Переломов нет. Ну, я спросил, говорю, в чем причина-то? Они говорят, ну, мы без страховки были. Я говорю, почему без страховки? Ну, вот привыкли, что давно работаем. Вроде бы понадеялись, что не упадут. Ну, я думаю, что чистили, видимо, с края. Они же не всю крышу чистили. Соответственно, почистили край, и сверху, под наклоном, сошел уже снег. И их просто вместе с перилами снес. Смотрите, какие железочки здесь торчат. Видите, вот если бы на такое они наткнулись. Такие вот куски огромной льда. Вот мы их вчера даже не подъемные практически. Видите, я даже понять не могу. И все в эту льду. То есть, отлетели они вместе с этим льдом и вот с этими вот перилами металлическими. Все летело на них. Соответственно, им просто повезло, что они вот так вот касались как-то между. Все пролетело мимо. Вот видите, до сих пор падает. Вот сейчас мы с вами разговариваем, сосульки валятся. Мы отыскали этих чудом выживших альпинистов-коммунальщиков. Обычно в таких случаях все заканчивается трагично. А здесь очень и очень повезло. Работы, в принципе, почти все были выполнены. Уже когда мы собирались уходить, мы отпустили страховку, отстегнулись. И по краю крыши, по ограждениям собирались уходить. Уже обратно в смотровое окно. Буквально за секунды по коньку трескается снег. Там было около полтора, наверное, метра наметенного снега с конька. И, соответственно, сходит лавина, сбивает меня и вырывает ограждение все полностью. Через три метра у меня стоял напарник, его снесло вторым. Чудом ограждения улетели куда-то вбок, и он упал, получается, на меня. Ничего в этот момент не помню. Меня откопали. Ну, большое спасибо. Я могу сказать, что мне сильно повезло. Даже не знаю, насколько сильно. Потому что люди, падавшие с подобной высоты, остаются либо инвалидами, либо летальный исход. Вот метр дальше, метр ближе, наверное, бы уже не выжил. Было очень много снега. Только из-за того, что было очень много снега. И, возможно, скорее всего, что эта лавина же, она сшибла меня, а потом ограждение. И я уже упал еще плюсом на эту лавину снега. Поэтому где-то смягчило. Я думаю, что это сугубо моя вина. Моя вина из-за того, что я в один из моментов просто отстегнулся. И на своем опыте, рассчитывая на себя, пошел без страховки. Кстати, как сообщил нам Анатолий Букрин, никаких претензий к заказчику работ они не имеют. Для них прошедший день стал вторым днем рождения. Продолжение следует...